Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал в эфире программа итоги недели. Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Виталий Матюшин и мои коллеги журналисты БУК ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. О планах, перспективах и потенциале. В областном центре состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Монголии в Республике Беларусь Батсух Баяр Сайхана с губернатором региона Юрием Шулейко. Диалог о насущном. В Бресте с рабочим визитом находилась делегация из Пензы. В центре внимания знакомство с опытом работы структур ЖКХ. Основа и венец нашей веры воскресения Христова. Православные христиане готовятся к празднованию Пасхи. Главное в ожидании праздника подготовить душу, дать мыслям особый настрой, чтобы соборно всем миром встретить светлое воскресенье добрыми делами. В эфире программа «Итоги недели» и мы начинаем. Одним из приоритетов внешней политики нашей страны является курс на всестороннее развитие отношений с государствами Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Неудивительно, ведь это перспективная и растущая рыночная площадка для экспорта белорусских товаров и услуг. Одним из дружественных государств, в сотрудничестве с которым наблюдается позитивная динамика, является Монголия. На текущей неделе ее чрезвычайный и полномочный посол в Республике Беларусь Бацух Боярсайхан совершил свою первую рабочую поездку в Брестский регион. В рамках визита состоялось посещение производственного предприятия БРВ «Брест». Гость также побывал на святой земле Брестской крепости. Но основным событием дня стала встреча с председателем Брестского областного исполнительного комитета Юрием Шулейко. Подробности в первом сюжете выпуска. Беларусь и Монголию разделяют практически 8 тысяч километров. Однако, несмотря на различия культур, религии и традиций, во многих отношениях эта страна гораздо ближе к нам, чем может показаться. Не последнюю роль в этом играют схожие взгляды по ключевым вопросам международной повестки дня и желание развивать торгово-экономическое сотрудничество, соглашение о котором действует с 1992 года. В ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом в Республике Беларусь Бацухом Боярсайханом, губернатор области Юрий Шулейко подчеркнул готовность поддержать инициативы по расширению двухсторонних отношений. Заинтересованность двухсторонняя есть среди наших государств. Я готов как губернатор области в этом содействовать и развивать наши торгово- и политические отношения. Мы себя позиционируем в области как регион достаточно развитой сам по себе, экономически устойчивый. Мы производим четверть мясомолочной продукции в области. Фактически треть мы уже от всего вала экспортируем данного направления. Развита у нас деревообработка, это производство сельхозмашиночасти, это производство, мы сегодня имеем два крупных предприятия, которые занимаются областью легкой промышленности. В прошлом году товарооборот между странами превысил 43 миллиона долларов США. Причём на 88% эта цифра состоит из экспорта белорусских товаров и услуг. Доля участия Брестского региона составила более миллиона долларов США. В свою очередь монгольская сторона наращивает транзитные поставки через Брест на Европу. Рассматриваются также варианты развития импорта в Беларусь. Я думаю, что есть большие возможности. Как раз мы работаем над тем, чтобы товарооборот был не односторонний. В Монголии богатое поголовье скота, поэтому мы можем предложить шерсть, кожаные изделия, кашемир. У нас хорошо развита горнодобывающая промышленность, богатые природные ресурсы, золото, молибден, медь. Есть много вариантов импорта в вашу страну, и мы их прорабатываем. По итогам прошлого года в нашем регионе партнёров больше всего интересовала мебель, промышленное оборудование и профили ПВХ. В текущем востребована также рыбная продукция. По итогам января-февраля 2022 года Брестский регион экспортировал в Монголию товары на сумму, превышающую полмиллиона долларов США. Однако Юрий Шулейко убеждён, что эти показатели далеко не предел возможностей. Мы готовы сегодня работать экономически. Сегодня как бы только мы к вам доехали, вы к нам не доехали. Полмиллиона долларов, да, это не так много, к сожалению. Это продукты питания, я вижу, деревообработка, там часть каких-то, так сказать, маленьких промышленных элементов. Абсолютно готовы, ещё раз подтверждаю. Установление самых, так сказать, партнёрских отношений, торгово-экономических, связи к культуре и тому подобное – это проще всего. В завершении беседы участники обменялись памятными сувенирами. Основной посыл встречи – стороны готовы двигаться навстречу друг другу. А значит, конструктивный диалог будет продолжен. Взаимоотношения между регионами России и Беларуси продолжают укрепляться. Причём это не столько заключение каких-либо партнёрских соглашений, сколько работа на конкретных примерах и ситуациях. На протяжении нескольких дней в областном центре находилась делегация из Пензы. Тем для дискуссии было достаточно, однако в центре внимания оказалась сфера ЖКХ и благоустройства. У Бреста в этом плане действительно есть чему поучиться. Город на протяжении десятилетий носит статус одного из самых уютных и благоустроенных. Что важного отметили для себя российские коллеги, что посмотрели и к каким конструктивным решениям пришли, расскажем прямо сейчас. Старт большой рабочей встречи был дан в стенах городского исполнительного комитета. Здесь делегация во главе с мэром Пензы Александром Басенко встретилась с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком, а также руководителями всех коммунальных служб города. Эта поездка стала продолжением деятельности рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Пензенской области. Центральная тема диалога – обмен опытом в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Этими вопросами в российском регионе, в отличие от белорусов, в большей степени занимаются частные компании. Но при этом ответственность за качество выполнения работ по-прежнему лежит на администрации города. Недавно был визит губернатора Пензенской области в Республику Беларусь, и в том числе он посещал Брест. Ему очень понравился этот город, понравилась территория, состояние, в котором находится город, общественное пространство города. И поэтому для того, чтобы поделиться опытом, воспринять тот опыт, который есть у города Бреста по содержанию общественных территорий, Олег Владимирович принял решение направить нас сюда, чтобы мы посмотрели и восприняли все положительное, что есть у города. В большей степени этими вопросами занимаются частные компании, но при этом ответственность за качество выполнения работ лежит по-прежнему на администрации города. Поэтому поиск путей соприкосновения частного бизнеса и муниципальных предприятий – это основная задача. Да, работа и административная принадлежность жилищно-коммунальных служб в областном центре организована в другом ракурсе. Однако, как отметил Александр Рогачук, в этой сфере нет идеальных схем деятельности. Главная задача в этой сфере – выработать максимально эффективную схему подчинения и сфер влияния, чтобы максимально сберечь бюджетную составляющую и при этом получить эффективный результат. Где-то они посмотрят с нашей системой ведения городского коммунального хозяйства, потому что идеальных схем управления городской территорией, наверное, не существует. Но надо стремиться к оптимальным каким-то форматам, к наименее затратным с точки зрения бюджетной нагрузки и наиболее эффективным с точки зрения результата. Поэтому я не сомневаюсь, что между коммунальными службами города Бреста и Пензы установятся рабочие взаимодействия, которые будут на пользу и Пензы, и, естественно, города Бреста. Самое страшное в вопросах благоустройства, развития города – это самоуспокоенность. Да, мы зеленый город, да, мы благоустроенный город, да, мы красивый город, да, мы получаем много комплиментов от гостей. Если мы на этом остановимся, город Брест остановится в развитии. Мы постепенно и медленно будем сразу же уходить назад. Поэтому поиск оптимальных вариантов благоустройства – это наша задача, которая никогда не будет решена окончательно. Это перманентный процесс. То, что наш город действительно благоустроенный и чистый, гости оценили с первых минут своего визита. И это с учетом того, что пока в областном центре не полностью высажены зеленые насаждения и цветники, которые всегда готовятся заранее. Дополняют флористические концепции зеленые зоны, парки, скверы с лавочками и другими арт-объектами. Все это в том числе тема благоустройства и городского землепользования. Кстати, в 2022-м в областном центре пройдет фестиваль «Город-сад», на который съедутся специалисты, ландшафтные дизайнеры и архитекторы со всей страны. Для участия в нем Александр Рогачук пригласил и пензенских делегатов. Как рассказал председатель горосполкома, в этой сфере уже активно ведутся работы. Уже сейчас просматриваются контуры интереснейшего мероприятия, которое состоится с 1 по 5 июня. И вот эти новые объекты, которые будут, они пусть не будут сверхфинансово напряженные, но это будут те фишечки маленькие городские, которые нашему городу будут придавать опять же определенный шарм. В том числе, возможно, что-то мы позаимствуем у той же пенсии. В год исторической памяти, а также в преддверии Дня Великой Победы, российские делегаты не смогли обойти стороной еще один важный, правда, уже исторический объект – Брестскую крепость. К монументу от российских представителей легли цветы в знак скорби, уважения и памяти подвига, у событий которого нет срока давности. Продолжая тему белорусско-российского сотрудничества, стоит рассказать еще об одном проекте, старт к которому был дан накануне. Апрель в целом знаковый месяц для тех, кто увлечен космосом и занят в его детальном исследовании. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовал корабль, на борту которого была поистине легендарная личность Юрий Гагарин. Этот полет обозначил новый этап в истории космонавтики. Знаменательно, что именно в апреле, правда, уже года текущего, в Бресте был дан старт новому молодежному проекту, объединяющему вокруг темы космоса, увлеченных творчеством ребят. В областном центре открылась выставка детского рисунка юных дарований «Славные традиции истории братских народов России и Беларуси». Проект состоит из двух весьма интересных частей. Наши корреспонденты готовы рассказать все самое актуальное и важное. «Космонавт подвешивает рисунок, невесомость, а второй на расстоянии фотографирует». Портреты, пейзажи, символичные образы и прототипы реальных героев космонавтики – такие разные, такие непохожие сюжеты детских рисунков объединяют любовь к своей родине и желание показать, насколько дружественны ее представители по отношению к другим. На базе художественного музея Брестской крепости в эти дни представлены самые яркие работы образовательного проекта «Славные традиции истории братских народов России и Беларуси». Все рисунки побывали в космосе и засняты в те редкие моменты, когда космонавты и исследователи могут воочию полюбоваться красотой земного шара. Главный посыл творческой идеи – вместе за мир и дружбу. Изюминка в том, друзья, что каждый рисунок сфотографирован на фоне планеты Земли и пристыкованных космических кораблей. Если вы внимательно посмотрите, то каждый снимок, каждый кадр, он разный. Космическая станция движется со скоростью 27-28 тысяч километров в час. И каждую секунду, если подвесить рисунок невесомости, то к космической станции прилетает большое количество расстояний. Соответственно, планета Земля меняется. Но изюминка еще в том, что надо сделать фото-видеоматериал рисунка именно тогда, когда Солнце находится сзади Международной космической станции и освещает планету Земля и пристыкованные космические корабли. Организаторами межрегионального многоэтапного конкурса являются представители военного клинического госпиталя имени Мандрака, Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, Роскосмоса, Общественного центра гражданского военно-патриотического воспитания «Фрегат». В 2022-м к ним присоединились специалисты Брестского горосполкома. В год исторической памяти объединяться и искать точки соприкосновения так важно. Все это открывает новые возможности для молодых ребят. Для них будут открыты дороги везде, для них будут открываться новые дороги сейчас в творчество. И я уверен, что позднее многие из них выберут в качестве своей будущей специальности, наверное, и полеты в космос. Это партнерство стало основанием для реализации еще одной задумки, чтобы в проекте смогли поучаствовать брестские школьники. Для них был объявлен свой внутренний конкурс рисунков. На участие отозвались более 200 юных дарований. Эти рисунки полетят в космос. Реально летом, когда космический корабль будет уходить в космос, то есть они будут на борту корабля, то есть они побывают в космосе. Космонавты этот рисунок сфотографируют над Землей, то есть вот, как мы видим, да, вот. И этот рисунок приблизительно мы где-то представляем так, что к следующему году, к дню Великая Победа, он вернется в город Брест. То есть и это будет своеобразная история, то есть, да, семьи этого ребенка, который отправил в космос свой рисунок, да. То есть, ну, не каждый рисунок может побывать в космосе. Чтобы проект реализовался с пользой, для участия в отборе работ для отправки на космическую станцию были приглашены художники, специалисты отдела культуры и дипломатической миссии, военнослужащие и, конечно же, дети, учащиеся школ города. Членам жюри пришлось непросто. Ребята представили разные техники исполнения, разные жанры. Как итог, всего от города Бреста участие в очередном этапе проекта «Славные традиции истории братских народов России и Беларуси» примут 20 рисунков. Они будут отправлены в страну-соседку, а уже летом увидят космос и станут частью большой международной инициативы. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим об актуальном и важном. Великая Отечественная война и спустя больше 70 лет отзывается особым эхом в Республике Беларусь. И хотя прошло достаточно много времени, жители Синеокой до сих пор сохраняют память о страшных событиях 41-го и о фееричной победе 45-го. Война забрала жизнь каждого третьего беларуса. Нет такой семьи, которую бы не затронуло военное лихолетие. Именно поэтому и по сей день о подвигах защитников говорят. В рамках года исторической памяти в областном центре проводятся различные встречи ветеранов с молодежью. Одна из них прошла на базе средней школы номер 19 города Бреста. О Великой Отечественной войне в Республике Беларусь люди говорят как о личной трагедии. Это связано с тем, что она унесла жизни более 3 миллионов человек. Но вместе с тем не менее часто вспоминают и тех, благодаря кому удалось закончить эту кровавую бойню и освободить нашу страну от немецко-фашистских захватчиков. И по сей день о той Великой Победе говорят и будут говорить. Главное, чтобы подрастающее поколение не относилось к подвигу своих дедов и прадедов легкомысленно. Так в нашем веке история нередко переписывается, факты искажаются, а понятия подменяются. Именно для того, чтобы молодежь знала правду, непосредственно из первых уст для юношей и девушек проводят встречи с ветеранами войны. Одно из таких мероприятий прошло в средней школе номер 19. Здесь к школьникам пришла председатель правления Брестского областного отделения Белорусского фонда мира Лидия Романюк. Историю войны, Второй мировой войны, историю Второй мировой войны в Европе и в целом мире. Ребята уже немножко изучают, это уже так, средние классы, они знают, и об этом много пишется. А вот я больше хочу с ребятами порассуждать на тему патриотизма. Что они, как они понимают, что такое быть патриотом. Ну, наверное, патриотизм – это такое же понятие, как и любовь. Если ты любишь свою страну, свою семью, общество, в котором ты живешь, если ты уважаешь традиции этого общества, если ты знаешь историю, то есть оно тебе становится родным. В течение всей истории человечества именно патриотизм заставлял людей объединяться и защищать свою землю до последней капли крови. Это сакральное слово заставляет верить в свои убеждения. Отражение патриотизма можно найти в книгах, фильмах, а также памятниках и мемориалах. В городе над Бугом главный монумент победы и самоотверженности людей – Брестская крепость-герой. И никто не может оспорить, что она и является главным синонимом слова «патриот». Молодое поколение белорусов с интересом изучает историю подвига нашей страны в годы Великой Отечественной войны и испытывают гордость за то, что живет на героической земле. Каждый находит что-то интересное для себя и с интересом слушает ветеранов. Это же история нашей Родины, и каждый должен знать об этом. Что происходило, как происходило, когда, какие герои были, какие войны проходили на нашей территории. Это все откладывается в памяти. На мой взгляд, детям слушать это интересно. И это и интересно, и важно. И это связано именно с гражданскопатриотическим воспитанием, которое проводится в нашей стране, и которому уделяется огромное внимание. А детям это интересно, потому что это пока еще живая история, это живая память нашей страны. Подобные встречи в рамках года исторической памяти будут проводиться регулярно. В планах Брестского областного отделения Белорусского фонда мира посетить все школы города над Бугом. Так как важно, чтобы особенно школьники уловили важный посыл. В Белоруссии всегда жили и будут жить патриоты, готовые пойти на подвиг ради своей страны. Сегодня православные всего мира еще на день приблизились к одному из главных праздников в календаре каждого верующего – к Святой Пасхе. Нарядное убранство храма, множество зажженных восковых свечей, светлые облачения священников, запах ладана, радостные перезвоны колоколов, праздничные песнопения. Все это притворится в жизнь уже в ночь с 23 на 24 апреля. Главное в ожидании праздника подготовить душу, дать мыслям особый настрой, чтобы соборно всем миром встретить светлое воскресение добрыми делами. Воскресение Христова – это основа и венец нашей веры, это первая и самая великая истина. Велик День – центральное событие в духовной жизни христианина, отмечаемое с огромным благоговением, торжеством и радостью. Ее ждут к ней готовиться. Пасха – это время покоя и ожидания пасхальных торжеств. Что ждут брещания от этого дня и как готовились, Людмила Логодич побывала сегодня в Свято-Симеоновском соборе и узнала у прихожан. Свято-Симеоновский кафедральный собор каждый год внешне преображается к самому главному празднику – Пасхи. Уже накануне, в Великую Субботу, в его убранстве появляется множество прекрасных благоухающих цветов. Но главное преображение, которое должно произойти после Великого Поста – внутреннее. И заключается оно в очищении человеческой души. В Великий Пост я стараюсь почти каждую неделю ходить к причастию. Это дает здоровье для души и для тела. Это нужно для того, чтобы перед праздником смыть все свои грехи, прийти к Дню Пасхи чистым, очищенным от грехов. Каждому надо очистить себя, во-первых, поститься, соблюдать посты, ходить в храм, особенно последнюю неделю. И радость в душе не терять. Смысл праздника Пасхи в том, что через распятие Сын Божий Иисус Христос искупил наши грехи. Ради любви к людям Он принял смерть, а затем воскрес, показав, что смерти больше не существует. Поэтому всякий, кто идет вслед за Христом и несет свой жизненный крест, наследует Царство Небесное, где нет болезней и страданий. В день светлого, святого воскресения есть давняя добрая традиция собираться всем за общим праздничным столом. А самой первой и главной едой на нем являются освященные яйца и куличи. Поэтому в Великую Субботу с утра и до вечера в каждый православный храм тянется нескончаемый поток людей. Освященнослужители читают особую молитву на благословение еды и окропляют ее святой водой. Я поняла, что без Бога вообще жизни нет. Вне Бога жизни нет. И поэтому это для нас такое счастье, такая радость, что мы православные, крещеные, что Господь нам позволяет прийти, причаститься, осветить. Но это праздник в праздник. Я бы хотел пожелать каждому человеку жить осознанно, каждый день, чувствовать эту жизнь, несмотря на различные, какие сейчас нам преподносят трудности, невзгоды. Надо чувствовать, радоваться жизни, то, что живы, счастливы, здоровы, сыты. Это самое важное. Самое главное, хочу пожелать душенного спокойствия, здоровья, мирного неба и вдоволь хлеба, и любви друг к другу. Любить Бога и ближних – это главные заповеди, на которых стоит христианство. И самый светлый праздник Пасхи наполнен этой любовью и радостью. Братья и сестры, обретайте Бога, обретайте Христа, следуйте за Богом, следуйте за Христом. Безусловно, конечно же, самый великий дар, все, что только у нас есть, самое бесценное и самое важное – это, безусловно, конечно же, наша жизнь. И сегодня эту вечность, эту нашу вечную жизнь нам даровал Господь, Бог наш Иисус Христос. Поэтому Светлое Христово Воскресенье есть воистину наша вечность, наше пребывание, наше бытие всегда и вовеки. Поэтому всех поздравляю с праздником Светлого Христово Воскресенья. Христос Воскресим! Уже завтра наступит Светлый Праздник Пасхи. Каждый готовится к этому дню по-разному, а вот территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района ежегодно, в преддверии этого духовного торжества, проводит пасхальный фестиваль ремесел. На нем была организована выставка творческих работ, пасхальные мотивы, и по итогам голосования участников праздника были определены победители. О том, как все происходило, расскажет Анастасия Мережкевич. В преддверии православного праздника Воскресенья Христова, несмотря на прохладную погоду, в территориальном центре было душевно, тепло и уютно. Пожилые граждане и ремесленники города над Бугом приняли активное участие в ежегодном традиционно-пасхальном фестивале. В рамках праздника слушатели отделения дневного пребывания центра и института третьего возраста организовали выставку-продажу изделий ручной работы на пасхальную тематику. Все присутствующие смогли угоститься домашней выпечкой и ароматным чаем из самоваров. Сегодня уже мы имеем достаточно большой фестиваль, в котором принимают участие три территориальных центра, представляют отделение дневного пребывания и для пожилых, и для инвалидов. У нас множество гостей, которые откликнулись на наш призыв устроить ярмарку настоящую, поэтому у нас сегодня в гостях ансамбль Сузори и другие коллективы, которые создают настроение. Ну, а наши пожилые граждане могут продемонстрировать свои достижения, ну и продать свои работы для того, чтобы иметь возможность купить новый материал и дальше творить. Разнообразие представленных изделий было велико. Куклы, пасхальные зайцы, плетеные корзинки, имбирные пряники и многое другое. В течение фестиваля все присутствующие могли проголосовать за понравившиеся изделия, тем самым определив победителя среди участников выставки по различным номинациям. По итогам голосования были определены лучшие. Первое место заняла Юлия Светюк. Захотелось заниматься вот этим, решила попробовать. Я делала это просто для себя. Накануне светлого праздника Пасхи, это уже традиция в Ленинском территориальном центре социального обслуживания, такие традиции существуют и в других регионах области. Главная задача показать то, что мы умеем не самим себе, а показать это окружающим, привлечь к таким мероприятиям не только работников территориальных центров, но и наших постоянных партнеров. Это общественных организаций. Сегодня вы видели, что в этом вот уже пятом фестивале Пасхальном принимают участие наши коллеги из других общественных организаций, а также и неравнодушные граждане города Бреста. Музыкальным подарком для гостей и участников фестиваля стала концертная программа, подаренная народным ансамблем песни и танца с узорьем. Участники фестиваля погрузились в традиционную праздничную атмосферу ярмарки, веселые и задорные игры, мастер-классы, танцы и яркий флешмоб. Каждый, кто посетил фестиваль, смог приобрести не только изделия ручной работы, но и получил заряд хорошего настроения в преддверии светлого праздника Пасхи. Редакция телекомпании БУК-ТВ поздравляет Брещан со светлым праздником Пасхи. Пусть дома ваши наполняются теплом и уютом, жизнь любовью и счастьем, а близкие всегда будут здоровы. Желаем, чтобы светлый пасхальный праздник принес только хорошее, доброе, нежное. Будьте верны друзьям, родителям, дому, сердцу, слову и любви. С праздником мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги, журналисты БУК-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Виталий Матюшин, прощаюсь с вами. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин